Доброго времени суток! Представляю вашему вниманию радиометр SRP88 серийный номер 1390 1990 года выпуска Включаем прибор Данная модель позволяет при включении прибора протестировать питание подаваемое на элементы питания и посмотреть вольтаж 5,14 вольта Подождем еще одного значения 5,15 вольта Питание, как видим в норме, поэтому переходим в режим измерения Режим изм Диапазон 1 0,1 Поскольку блок детектирования лежит просто на месте проведения измерений Поэтому мы сейчас замеряем радиационный фон в месте проведения съемки Первое показание 33 импульса в секунду Попрошу обратить внимание что показания на нижнем вспомогательном стрелочном индикаторе 35 импульсов в секунду полностью соответствует показаниям верхнего цифрового табло То есть совпадение 100% И третье показание 34 импульса в секунду По этим трем показаниям вы можете сделать вывод о фоне в месте проведения съемки Итак Сейчас будем тестировать звуковую сигнализацию Переключив радиометр в режим 2 Мы будем превышать 20% порог от первого зона 0,1 И будет срабатывать звуковая сигнализация Креповато Вот так вот Но зато срабатывает отлично В режиме 4 соответственно данный порог не будет превышен Поэтому звуковая сигнализация соответственно не работает В режиме 8 тем более И режим 0 Режим трещотки В этом режиме фиксируется каждый гамма-квант И по характерному треску можно сделать вывод о радиационном фоне режим трещотки Трещотка работает Таким образом звуковая либо штатная сигнализация в полной работе в рабочем состоянии Переводим радиометр обратно в режим измерения и проведем замер активности контрольного источника расположенного на борту данного прибора Для этого мы утыкаем блок детектирования в красный круг в знак радиационной опасности нанесенный на корпусе прибора и сейчас я уткну и следим за показаниями прибора Итак первое показание 95 импульсов в секунду Второе показание 101 импульс в секунду Как мы видим стрелка на нижнем вспомогательном табло приблизилась к правому краю диапазона и практически местами даже зашкаливает Третье показание 96 импульсов в секунду По этим трем показаниям можем сделать вывод что источник контрольный источник на приборе есть и источник достаточно несмотря на почтенный возраст прибора достаточной активности Итак выключаем прибор переходим к осмотру внешнего вида прибора Как видим лицевая панель за исключением вот этой вот выпуклости вот этой вот выпуклости в достаточно хорошем состоянии ручки переключения поддиапазонов сильно не затерты в основном же состояние прибора можно охарактеризовать как среднее либо же рабочее состояние видно что прибором пользовались поскольку на гранях отсутствует лакокрасочное покрытие но пользовались ничто чтоб небрежно ну и недостаточно не с достаточным почтением то есть за прибором следили но особого внимания не уделяли как мы видим лакокрасочное покрытие присутствует но на углах на гранях оно затерто вот со стороны батарейного отсека снизу видно активно использовали потому что затерто серийный номер номер 1390 он затерт и год выпуска 1990 он виден еле-еле угадывается в цифрах 1990 в основном нижняя часть затерта есть скоба для ношения прибора на ремне вот боковая часть боковая часть с этой стороны в хорошем состоянии значительных потертостей нет вот угловая потертость и со стороны кабеля вот в таком состоянии это налипла грязь видать было перемотано изоленты сам кабель в рабочем состоянии то есть здесь он крепился за вот это вот крепление поэтому немножко с этой стороны соответственно растянут в основном же без кабель без повреждений механического толка без надрывов не скручен не скручен цел блок детектирования блок детектирования вот с таким креплением местами облезла краска но в целом блок детектирования так же как и радиометр в полностью рабочеспособном состоянии вот такой вот радиометр SRP88 благодарю за внимание всех вам благ